Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево сегодня на календаре 20.03.2022 год. Сегодня день равноденствия, с чем я вас всех и поздравляю. Мы сегодня пережили ураганный ветер, который у нас в Анапе разгонялся до 20 метров в секунду, сносил остановки, деревьев очень много повалило на Пионерском проспекте. К большому сожалению, вот такие вот погодные явления довольно-таки нередки для Анапы, особенно в зимний и весенний период. Хотя бывает и летом, но летом это тепло, а зимой это прям очень-очень холодно. Хотелось бы, чтобы, конечно, их было поменьше, но мы сегодня пройдемся по паролей, посмотрим вообще, какие есть изменения, как вообще повлияло данное ветреное явление на нее, и получим, надеюсь, самые классные эмоции от заката, потому что мы должны добраться до моря, как раз-таки к нему. Находимся на пересечении. У нас сзади меня проспект Южный, и вверх пошла улица Черноморская. То есть большинство прогулок, особенно в вечернее время, начинается именно отсюда. И давайте мы не будем ждать, а начнем. Здесь у нас сосредоточено огромное количество столовых разнообразных, только на этом пятачке, смотрите, столовая номер один. Там вторая, вот стоит еще одна такая в греческом стиле, клево, еще одна столовая напротив нее. С этой стороны у нас, кстати, работает круглогодично, находится, называется грека, там можно поесть и гиру, шаурма и всякие разные совлаки. Коты присутствуют на нашей паролее, которые могут вас тоже порадовать. И здесь пошли. Далее кафешка на кафешке, так что все пути, особенно в вечернее время, в Витязево ведут именно сюда, на паролее. Раньше вообще это было единственное место для движух в поселке, и поэтому сюда стекалось гораздо больше людей. Сейчас практически на каждой улице есть какие-то свои заведения, люди от своей лени вечером недалеко отходят от своих домов и отдыхают прямо там. У многих даже во дворах, в гостиницах есть места, где пожарить шашлычок, поесть, и поэтому людей, честно, стало немножко меньше. Посмотрим, как будет в этом году. Ну, мы все ждем начала сезона. Вот, допустим, обновление, да, мы можем увидеть, что здесь у нас будет комната страха, которая была в Анапе, она переехала сюда, и выглядит это довольно-таки интересно, да, такой вид, дядь какой-то лезет. Ну, делают прямо на совести, я думаю, что будет одно из таких мест притяжения. Я вам обещаю, что мы обязательно, наверное, сходим туда. Главное, памперсы взять, чтобы не испугаться. Кафе Византия работает сейчас, оно на банкетные всякие мероприятия, кому какие надо. Да, и самые большие вопросы у многих были, а что ж с парком аттракционов Византия, который находился рядочком с Паралией. Ну, так вот, там полностью меняется формат, идет перестроение, думаю, как ребята закончат, мы вам покажем. Здесь сейчас, видите, идет стройка, рисковать свою жизнью. Мы будем, пойдем дальше гулять. С правой стороны на Паралии у нас находится диско-клуб Гавана Мама. Он единственный у нас остался, прям такой клуб. Клуб открывается позже всех, закрывается раньше всех, потому что ему надо для работы огромное количество людей. Поэтому вот самый большой наплыв людей, и он прям функционирует очень хорошо. Ну, это скульптура, которая встречает вас на входе, выглядит она очень круто. Здесь, смотрите, ребята, у нас находится наш обводной канал, который, надеемся, что в скором времени почистят его, углубят. Потому что он должен быть где-то метр восемьдесят глубиной, и вода должна стекать. Сейчас, видите, застой здесь не потому, что воде некуда стекать, а потому что туда дальше идут как раз-таки очистные работы в районе вот той гостиницы Аврора, которая там находится. О, кстати, смотрите, у нас изменения есть на месте, где ранее у нас в Витязево был дельфинарий. Могу вас обрадовать, тех, кто не любит зелень, наверное, я к таким не отношусь, просто здесь точно не будет зелени. В плане того, что деревья не посадят, потому что сняли весь грунт, уже устанавливают поребрик. Для питерцев будет приятнее так звучать. Укатали все щебенкой, да? То есть ни о каких разговорах, что здесь появятся деревья, сад, парк, забудьте. Скорее всего, я был изначально прав, и здесь будет просто парковка для вот этого вот отеля. Ну, мы будем посмотреть, как это все будет выглядеть. Возвращаемся на Паралию. Один из лучших, наверное, ресторанов, хотел сказать, ну, называется он кафе, фрегат на Паралии, там работает великолепный повар. Когда-нибудь обязательно мы попробуем все его блюда, как денег накопим. Здесь у нас что-то какие-то... А, там залили сигнальные ленты, поставили. Тут столбы стояли на их месте, походу, вот просто выровняли тротуары. Вы можете видеть, что сейчас ничего больше не работает на Паралии, только одно крето. О, смотрите, там впереди перестроение. Ну, вот здесь, допустим, кре-блины готовят обычно роман. И я надеюсь, что в этом году у нас тоже удастся их попробовать. Ну, по крайней мере, мы в это верим и ждем, что он заработает и будет нас радовать. Но впереди, где были торговые ряды, у нас идет перестроение. Там скажут, что будет небольшое кафе. Я думаю, в скором времени, когда снесут остатки этих ролетов, мы это увидим. Хотелось бы вообще, чтобы заработал фонтан, было бы очень красиво. Но и нет, думаю, что не будет. И здесь, смотрите, у нас хинкальная же была, да, и сносят все. То есть, прям, очень странно, что это происходит. Причем, закрыли туда дальше территорию. То есть, я понимаю, что она, скорее всего, находится на закрасной линии, наверное, вот эта часть. С правой стороны что-то новое, с левой стороны что-то другое. В общем, очень много чего интересного нас ждет впереди. Будем следить за обстановочкой. Вот такие моменты меня, честно, всегда расстраивают. Понятно, что ветер, понятно, что со стихией не поспоришь. Но юки, как долго они растут, а? Эх, вот так взяло, обломалось. И уже ничего ж не сделаешь, уже не восстановишь. Здесь, смотрите, были навесы, которые выходили так же сюда вперед. Вы все это помните, да, и все посносили. То есть, я так понимаю, что администрация начинает действия по приведению паралии в законный порядок. Как я понимаю, вы помните, да, что и здесь, и там, и там были такие вот выдвижные конструкции именно в эту сторону. Сейчас они все сносятся. Слушайте, несмотря ни на что, ни на все ползновения туристов, непонагодные условия, вот эти вот зеленые скульптуры, которым я очень сильно радовался в прошлом году, они выжили. И, я думаю, бальзамом на сердце будет для всех это увидеть зеленые листочки, свеженькие листочки, которые появляются в этом году. Это прям большая радость, что наконец-то к нам приходит зелень. В ваших городах уже, наверное, тоже, да, все зеленеет, из-под снега вылазят первые листочки. Я, на взгляд, никаких особых изменений не вижу. Находится Меридианчик, там Грин Плаза, дальше Ильюс, вон та левая гостиница есть на обзоре. Абсолют, по-моему, кафе Встреча. То есть, ну, это, наверное, знаковое место для параллелей, его должны знать очень многие, потому что, как такая центровая точка прихода, кафе Встреча, гремит тут люксор с левой стороны. У нас появилась детская игровая комната. Вон туда, на второй этаж, можно будет своих детей отпускать. Я думаю, что там будет интересно, потом посмотрим сезон, что там будет происходить. Пустынно довольно-таки людей сложно встретить, несмотря на то, что сегодня вроде бы и, как сказать так, календарная весна по-настоящему наступает. День равноденствия. Люди должны там, не знаю, радоваться, бегать на море. Ветер сдул сегодня всех даже жителей Анапы. Как вам приятно видеть те места, в которых вы гуляли летом или нет? Пишите обязательно в комментариях. Выходишь, так тебе бац, из-за угла светит солнышко. Ах, какая красота. Просто обожаю такие кадры, когда какой-то лучик солнце попадает тебе в глаза и прям вот настроение даже подымается. Обожаю солнце. Не люблю, когда пасмурная погода. Так, где мы находимся? Мы доходим до улицы Изенойной, Серебряной. И здесь Гагипи, правильно, гостиница. В ту сторону Эмиральд, гостевой дом. И здесь у нас шашлычка тоже Орион. Довольно-таки известная и популярная. Работали тоже знакомые ребята. Каждому, говорится, на вкус и цвет шашлык везде разные. Ребята, выбирайте всегда сами, где он понравится, где не понравится. Потому что, ну, как говорится, рекомендовать всегда очень сложно. Где-то чуть больше соли, специи, где-то по-другому там готовить, где-то другой вкус мяса. Всегда лучше всего по чуть-чуть пойти попробовать, если вы приехали на длительный срок, и потом есть. Я единственное могу, что сказать, самый душевный шашлычник, это Артур. Если вы хотите получить хорошее настроение, то вот вам 100% вороны. Слушайте, ну хотя бы вороны, да, летают. И смотрим вправо. Слушайте, я вам хочу сказать, что вот прям иду, и мне зацепиться не за что, поубирали, порядок навели на параллель. Скажите, чисто. Вот мы сколько прошли, там прям листья валяли, все, сейчас прям такая чистота, красота. Самое главное, что мы можем проведать наши пальмочки. Привет, дорогие, мы по вам всегда скучаем. В скором времени вас уже выпустят. Я надеюсь, что в этом году их задерживать не будут, потому что для меня личный сезон курортный начинается именно тогда, когда открываются пальмы. И это прям хорошо. Такая вот наша параллия со всех сторон ее видно. И вот люди, причем девушки идут, ребята. Это прям тоже очень круто. Голоса. А потом летом идешь, чтобы надо кричать, чтобы тебя слышали. Итак, дорогие мои, смотрите. Здесь были торговые ряды и шашлычка кусочек был. А в этом году будет продолжение, потому что здесь торговые ряды подсносили. Там огромная площадь получилась, и ее прям застраивают. Посмотрим, конечно, что будет. Пока строим прогнозы и наслаждаемся свежими листочками розы. Это прям очень классно. Это ты можешь увидеть. Зелень первая, которая появляется. И это очень сильно восхищает, конечно. Проходим еще несколько шагов по параллии. Смотрим, что все действительно закрыто. И все действительно прям очень чисто. Прям душевно так это показывать. Ребят, вот я благодарен тем людям, кто все-таки взяли, привели параллии в порядок. Спасибо большое, потому что это очень важно. Особенно по весне показывать людям, что, ну, я понимаю, что не идеально все. Ну, хотя бы, знаете, нет того, что было. Там мусор везде валяется. Все очень некрасиво. Здесь все прям сейчас, ну, классно. Не то, что, ну, понятно, что не работает. Понятно, что сезон еще впереди. Надо чуть подождать. Но это можно уже красиво показать. Правда ведь? Слушайте, такие звуки, как будто аквапарк готовит. Нет, там кто-то машину моет. Это к аквапарку никак не относится. Понимаете, вот сегодня целый день рассказывал всем о том, какой сильный ветер. Ребята, как тут у нас все, блин, прям плохо печально. Сейчас мы увидели только одну юку сломанную. Хотя вот проезжая по Пионерскому проспекту, много и деревьев попадало, и веток обломанных было. И все остальное как бы целое хорошо. Еще и при этом нет вообще никакого дуновения ветерка. То есть вполне себе комфортная обстановочка. Говорит, Юра, где ураган? Это что было? Ну, он действительно был. Я не выдумал. Я тут не могу понять. Это последствия урагана. Какие-то доски валяются. Мы доходим практически до выхода с параллели. И здесь у нас кафе «Море» было. Оно вот так всегда называлось. И его перестроили. И теперь даже интересно, что будет на его месте. Ну, мне кажется, кафе «Море» так останется. А вот там новое здание, которое появилось. Вот его интересно будет посмотреть, что оно будет из себя представлять. Также мы видим, что здесь песок поубирали, поувозили. Он, конечно, остался. Но это капля в море по сравнению с тем, что было ранее. Вот такое вот получилось здание со вторым этажом. И можно будет попробовать, конечно, разузнать. Но пока мы точно не знаем, что там будет. О, уже есть аренда. Ребята, вдруг кто хочет. Я даже порекламирую, потому что интересно. Вот на телефончик. Вдруг кому надо аренда. Там внутри уже начались прицепы подготовления к косметическому ремонту. Вот такое вот получилось интересное довольно-таки здание. Ну и плюс второй этаж. Надеемся, что в этом году все-таки пальмы будут стоять здесь. Какую-то стену строят. Жалко, конечно, что все это строится на дюнах. Разбирают на вес. То ли наоборот, что-то собирают новое. И вот от песка, видите, немного его осталось. Потому что в основном все вывезло. Укрепляют все-таки. А, чуть-чуть добавили. Будем выходить на пляж. Там впереди закат. Закат уже рисует красивые краски. Можете видеть, сколько песка понавалилось. Но это, честно, не сильно много. Конечно, дюны вернулись на место. Замели тут и тропинку. И вот мне когда говорят, да ты что, как же сложно взять, да выйти. Вот смотрите, один небольшой бугорок. Вот так сложно его преодолеть. Поэтому надо постоянно сносить песок. Я всегда спорю по этому поводу со всеми. Ну, давайте дойдем уже до моря. Здесь ветер тоже не особо ощущается. И вокруг нас такая великолепная красота. Из песка впереди моречко, солнышко. Вах, вах, вах. Прям хочется делиться во все ваши города. Девушка, как будто с севера там холодно. Я просто еще покой не такой укутанный. Надеюсь, что там сейчас ветер не будет так продавать. Вот ты выходишь, такой идешь. У меня прям, не знаю, я когда прихожу на море, особенно на закате, особенно когда я ходил с фотоаппаратом, то прям какие-то такие нереально классные ощущения, эмоции возникали. Потому что ты понимаешь, что ну вот оно, счастье. Сейчас ты можешь сделать хороший, красивый снимок и получить потом еще классную фоточку в институт. То есть запомнить его навсегда. Сейчас, допустим, с видео, особенно с трансляциями, когда ты показываешь его прямо здесь, сейчас, ты получаешь эмоции людей, ну прям сразу. И это тоже дорогого стоит. Я даже не знаю, не могу определиться, что лучше на самом деле, когда вот потом читаешь комментарии, или когда сразу слышишь там в чате о том, в чем говорят, что вау, как это круто. И что ты восхищаешься закатом в солнце. Вроде бы каждодневным явлением, тебе оно доставляет удовольствие, с тобой по душе приходит сразу много людей на пляж. Чего ты так заговорился, да? Это очень много. В общем, мы проходим, пока здесь такие разбитые моменты. И ждем, что в скором времени все-таки здесь будет уже все приводиться в норму. Потому что, да, лето стало 72 дня. Это прям быстро. То есть 72 дня, это прям, ну почти завтра. Центральный пляж, видите, есть туалет, душ. Тестировал, работают такие вот, как навесы стоят, кафешечки всякие разные. Здесь будут, здесь устанавливаются там пляжи разнообразные. Клево смотрится все без заборов. Вот я честно не понимаю. Ну, если боитесь, что кто-то там вас украдет, что-то поставьте камеры. То есть электричество есть, освещение есть. Зачем городить заборы? Вот постоянно у нас у людей прям беда. Заборы, заборы, заборы. Там есть такое вот все лето. Зима он отстал, домик мы даже на нем жарили еще швычок. Ну, прям рядышком с ним. Клево было под ливнем, с Артуром холод. Ну, потому что мы обещали это сделать и мы реализовали. Как красиво смотрится все. У нас все на закатных лучах. Прям получаешь какое-то нереальное удовольствие от всех этих действий. Вот у нас еще хочу поблагодарить, наверное, муп, который относится к Витязеву. Потому что у нас все время здесь стояли мусорки всю зиму. Они причем вывозятся. То есть, если вы гуляли по морю, пришли сюда, выкинули мусор какой-то и его потом уберут. Он не просто так и станется. Это очень дорогого стоит, поверьте мне. Дальше Анапа, а там дальше море. Все рядом. Я такой подходящий к морю. Ребят, пойдем со мной, что покажу. Там море, там закат. Не сидите дома, приезжайте. Море классное, ребят. Я вот честно сейчас жду, что оно будет чистое или нет. Поэтому срочно бежим посмотреть на этот момент. Ой, какие краски. Как это все выглядит. Просто счастье какое-то, когда ты можешь делиться на расстоянии к этим чудам. Особенно здесь, смотрите, берег чистый. И приходишь в песочек. Практически никто не ходил сегодня. Ветром его подровняло. И такое ощущение, как ты, знаете, первый приходишь на море. И все это только ты видишь, только ты это чувствуешь. Смотрите, какое море. Посмотрите, какое море и какой закат. По-моему, очень чистая вода. Слушайте, надо купание возобновлять. Сейчас мы узнаем, какая температура морюшка. Я думаю, что будем принимать решение. Вдруг действительно стоит уже пора купаться. Вы можете увидеть, насколько оно прекрасное и красивое море. Пока я буду замерять температуру водички, вы можете насладиться этим звуком. Ну все, дорогие друзья, заходит солнышко. Становится прям холодно на море. Надеюсь, что не зря прогулялись, получили удовольствие. И море вот сейчас. Посмотрите, послушайте. Не забывайте подписаться, лайк поставить. Будем вместе с вами почаще с закатами наслаждаться. Дальше завтрашнего дня уже обещают теплее. И дай бог, чтобы так и было. С вами был Директор Заровский. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok